В столице Буркина-Фасо спецназа удалось взять штурмом отель, захваченный террористами. Освобождены в общей сложности 150 человек. Нападавшие ликвидированы, и оказалось, что их было всего трое. Боевикам удалось расстрелять более 20 постояльцев. Местные власти пытаются установить гражданство жертв. В стране объявлен трехдневный траур. В нашем медиа подтвердили, что россиян среди погибших и пострадавших нет. В популярном среди иностранцев отеля проживали люди из двух десятков стран. Ответственность за атаку взяла на себя группировка Аль-Мурабитун. Западно-Африканская ячейка Аль-Каиды. Ее боевики по такому же сценарию атаковали два месяца назад гостиницу в соседнем Мали. Алексей Багин с последней информацией. 27 человек погибли, еще 6 ранены. Взрывы в столице западно-африканской страны Буркина-Фасо прогремели один за одним. Террористы спрятали взрывчатку в автомобилях, припаркованных у стен популярного среди европейских туристов отеля «Сплендит». После того, как две легковые машины на глазах у растерянной охраны взлетели на воздух, события стали развиваться, как в голливудском боевике. Вооруженные люди ворвались в кафе, расположенное у гостиницы, а потом, проникнув в отель с разных входов, забаррикадировались на верхних этажах, где находятся апартаменты класса «Люкс». Дорогие номера боевики выбрали не случайно. Оттуда хорошо видны, а значит, неплохо простреливаются окрестностей, и что самое главное, в них обычно останавливаются сотрудники ООН. Среди убийц были женщины. Да, черная женщина с молодой чернокожей подругой. У них еще были дреды. А еще среди нападавших было много молодых арабов. Когда они вошли в кафе «Капучино», сразу стали кричать «Аллах Акбар». Агрессивные, с автоматами. Одного из них потом застрелила полиция. После нападения на «Капучино» полиция насчитала, на террасе 10 тел погибших, в основном туристов. Но среди потерпевших оказались и местные жители, случайные посетители заведения. Во время атаки была всеобщая паника. Примерно через 20 минут ситуация успокоилась. Террористы выбежали из кафе, а затем снова начали стрелять. Уже на улице. Я думаю, в тот раз огонь открыла уже полиция. Параллельно со спецоперацией в кафе Национальная гвардия пыталась выбить из отеля вторую группу террористов. Перестрелка продолжалась до утра. У спецслужб появилась информация, что экстремисты заложили в гостинице на разных этажах бомбы. Пришлось отцепить несколько прилегающих кварталов. Чтобы не дать возможности взорвать здание, полиция пошла на штурм. В итоге уже через полчаса удалось освободить больше 150 заложников. Некоторым из них потребовалась срочная медицинская помощь. После ожесточенной перестрелки спецназу удалось ликвидировать захватчиков. К удивлению силовиков, их оказалось всего трое. Я не могу сказать вам достоверно, сколько их было. Некоторые люди говорят 4, другие видели 6, а может быть и 13 или 30. В настоящий момент мы такой информации не располагаем. Но точно знаем, трое боевиков ликвидированы. Это один африканец и двое с белой кожей. Соседние здания проверены. Риска, что кто-то ускользнул, скорее всего, нет. Но утверждать не берусь. Надеюсь, Бог поможет нам защитить свою страну и город. Ответственность за атаку уже взяла на себя группировка «Аль-Мурабитун», входящая в состав западно-африканского отделения «Аль-Каэды». Это та же организация, что захватила отель в столице соседнего Мали два месяца назад. Тогда жертвами нападения стали 19 человек, в том числе шестеро россиян. В этот раз от рук террористов пострадали туристы из 18 стран. Российских граждан среди них не оказалось. То, что Уагадуга, столица небольшого и к тому же не самого богатого государства, была выбрана в качестве новой мишени международного терроризма, символично. Эксперты уверены, очередным нападением экстремисты дали пощечину западной антитеррористической коалиции. Сегодня у Буркина-Фасо базируется значительная часть сил крупнейшей антитеррористической операции французской армии «Баркан», в которой задействовано более 3000 военнослужащих, более 20 бронемашин, истребители, транспортные самолеты и так далее. И штаб этой организации, и штаб этой операции находится в Уагадугу. Получается, местная национальная гвардия, жандармерия, натовские спецслужбы и целый штаб по борьбе с терроризмом проглядели дерзкое нападение. И более того, сейчас, уничтожив всего троих джихадистов, местные власти разводят руками. Гарантии, что все боевики уничтожены, до сих пор нет. А вместе с ней нет и уверенности в том, что уже в ближайшие дни экстремисты не предпримут новую попытку пролить кровь европейцев. Алексей Багин, Светлана Шишкина и Оксана Воронина. Пятый канал.